Тирасполь, Украинский лицей, кружок «Юный техник». Здесь детей учат программировать и паять микросхемы. А еще собирать вот такие ракеты, турбины, вертолеты. Весь процесс с нуля. Сначала моделирование, потом печать и сборка. Есть все необходимое. 3D-принтеры, станки, паяльники, инструменты, компьютеры. В кабинете «Юный техник» есть новинки. Это два конструктора, подарок от Тироэта. Можно собрать, например, вот такой звонок. Очень рады, что есть такие классы, что развивается радиотехника, инженерия, IT-технологии в нашем регионе на сегодня. Это очень важное направление. Мы будем очень рады, что ребятам принесут они пользу и мотивирует их на дальнейшие достижения и развитие в этом направлении. В наборе соединительные провода, выключатели, магниты, электромоторы и многое другое. Все, чтобы законы физики стали понятными и интересными. В инструкции почти тысяча схем. Плюс дает возможность детям и не только детям изобретать свои схемы, упрощать, либо создавать что-то новое. От обычной лампочки до радиоточки, либо барометра для измерения давления, гигрометра для измерения уровня влажности. Можно сделать генератор напряжения. Покажет детям на практике, как идет электрический ток. Я считаю, что это прекрасное начало для освоения электротехники. Дмитрий учится в украинском лицее, переходит в восьмой класс. В сентября планирует записаться в юные техники. Навыки пригодятся, хочет стать программистом. Когда физики – это интересная тема, хочется это в реальной жизни попробовать. И, соответственно, очень интригует такое. А чего бы ты хотел научиться? Для сборки микросхем, платы собирать, для сборки всяких, для бытовых услуг. Кружок юный техник открыли осенью 23-го. Это идея казаков, помог гранд-президента. Здесь занимается порядка 30 человек. Школьники, суворовцы, юные казаки и не только.